Еще один шаг к построению благополучного и гуманного общества сделан. В Твери комиссия приняла первый в муниципалитете приют для безнадзорных животных. Его появление позволит сократить количество брошенных собак и кошек на улицах города. С чиновниками и депутатом Тверской городской думы Дмитрием Нечаевым в большие перемерки отправился наш корреспондент Мария Шалованова. В Твери свершилось то, чего тверские зоозащитники ждали долгие 20 лет. Открылся первый муниципальный приют для безнадзорных животных. Сейчас здесь располагается 29 вольеров, столько же утепленных будок. В ближайшее время здесь появятся первые постояльцы. Предполагается, что их будет около сотни. Откровенно говоря, городские власти несколько затянулись с созданием муниципального приюта, который должен был стать пристанищем бездомных животных областной столицы. Но все же лучше поздно, чем никогда. Этот центр передержки стал строиться в 2018 году. На полное его возведение ушло два года. Достаточно долгий срок, но представитель подрядчика говорит, что из-за расположения объекта возникли непредвиденные сложности. Достаточно сложный участок, такая почти болотистая местность. Он был совсем неблагоустроен. Также, к сожалению, подъездная дорога была в очень печальном состоянии, в принципе, как вы и видели. Добраться сюда достаточно непросто. И опять же, подвоз всех материалов, подвоз вольеров, подвоз хозяйственных блоков был немножко затруднен. Поскольку, когда сюда приезжали уже грузовые автомобили, краны с вот этими вольерами, были шансы того, что придется вызывать достаточно большой автокран, что, соответственно, влекло бы совершенно другие траты для нас и сложности. Но все же объект был сдан, и приемка прошла успешно. Комиссия обошла всю территорию приюта и нашла лишь незначительные недоделки, которые подрядчик смог устранить тут же. Объект закончен в настоящее время. Это уже не первая встреча в нашем объекте. Были недоделки, подрядчиком устранено. В принципе, важный объект, к которому город действительно длительное время шел. Но это начальный этап. Сейчас определимся технологией, и уже будем, соответственно, его начинать использовать по назначению. Но когда произойдет заселение сюда животных с улиц, неясно. Главная сложность состоит в том, чтобы определить ответственных за дальнейшее функционирование приюта. Это будут либо областные, либо городские власти. Сейчас этот важный вопрос решается. И в зависимости от того, какая будет позиция поддержана, дальше будем уже говорить о том, чтобы его запускать, обеспечивать его финансирование, функционирование с тем, чтобы он мог принимать животных. Многое будет зависеть от готовности муниципальной нашей службы. Решено, что отловом будет заниматься МБУ Горзеленстрой. От их готовности смогут ли они непосредственно в ближайшие месяцы решить вопросы по экипировке, оснащению своей службы, закупке спецтранспорта, для того, чтобы в соответствии с федеральным законом заниматься отловом животных. Ну а здесь, конечно, наладить функционирование. То есть здесь необходимы смотрители этого приюта, охрана, те, кто будет готовить корм для животных, те, кто будет заниматься вывозом отходов и так далее. То есть вдохнуть эту жизнь, наладить все системы жизнеобеспечения вот этого важного социального объекта. С вероятностью более 90% решение о возложении обязанностей на приют ляжет на плечи городских властей. Решение будет принято на следующей неделе. И это будет еще один шаг к полноценному открытию нового дома для безнадзорных кошек и собак.